В микрорайоне Бахчеванджи пять избирательных участков. Четыре из них находятся в школе номер 13 имени Джанибекова. В этот раз пришлось потесниться. Школа находится на капитальном ремонте по президентской программе. Основной вход закрыт, вход к участкам для голосования на выборах президента Российской Федерации сделали со двора. Но на активность и настрой жителей это никак не повлияло. Радует то, что сегодня очень большое количество людей пришло голосовать в этот солнечный день. С большим настроением, с веселым, хорошим и с большим настроением. Я уже не первый год работаю в комиссии по регламенту. Всегда у нас все три дня большая активность, особенно выходные дни. Просто сегодня еще рабочий день, поэтому меньше народу. Даже иногда народ стоит и ведет, когда же можно будет проголосовать. Самое главное, что очень много пожилых людей, которые вроде бы хотели проголосовать дома, но приходят их сюда. Люди старшего поколения всегда самые активные. Сказывается еще советская дисциплина. Вот и в Бахчеванжи члены Совета ветеранов и клуба «Активное долголетие» пришли голосовать в первый же день и очень дружно. С собой взяли внуков приучать к гражданской ответственности с ранних лет. Удивили даже областного депутата Владимира Шапкина, который заехал проверить ход выборов. Здравствуйте. Это очередь, что ли? Да. Да. Здравствуйте. 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 А вы, как вы видите, какие вы? Все желают проголосовать. Я тоже, да. Советские люди. Настроение вон какое, солнце. Прибежало, бег в волну прям. Что ж, разве настроение? Настроение хорошее. Первый день голосования проходит активно. Наши ветераны ответственно относятся всегда к этому делу, к голосованию. Они, как правило, в первых рядах с 8 часов они уже на избирательном участке. И так постоянно, постоянно. Я думаю, что и в эти дни активность будет высокая. Хочется быть уверенной и еще более быть спокойной. Что я, отдав свой голос, я выполнила долг России. Долг россиянина, понимаете? Я выполнила свой долг. Долг матери. У меня погиб сын. И я считаю, что я выполнила долг за тех ребят, которые там проголосовала. Что была Россия у нас твердая, сильная, непобедимая. А вы бы нам сказали, мы бы к вам на душе или прогуляться хотели. Такая погода. Это же повод из дома выйти. А так она ленится. А так вы к вам съездите. Ирина Брылькова пришла голосовать с младшей дочкой Василисой. Год назад у них на СВО погиб папа, муж Ирины. Ценой своей жизни спас троих товарищей. Остались трое детей. Мирное будущее для семьи теперь имеет особое значение. Чтобы было в стране, был мир и лад. Чтобы ребята наши, которые находятся на СВО, вернулись. Из-за этого нужно выбрать нам президента, чтобы он все поставил в свои точки над «и». Это наша дальше, наша судьба и наша жизнь. Очень важное событие для нашей страны. Все прекрасно понимают, что мы избираем будущее. И от этого будущего зависит очень много. Сегодня время непростое. И вот результат наших выборов не конкретной цифры, а вот массовость. Причастность большинства людей нашей страны, нашей области, для наших оппонентов хорошим сигналом. Сегодня мы сплотились и политически, и внутренне. Владимир Шапкин не просто так посетил школу номер 13. В том числе и его усилиями она вошла в президентскую программу капремонта школ. Я специально заехал с тыльной стороны посмотреть, где начало строительных работ идет. Действительно радостно, что мы это начали раньше, чтобы в первом сентябре успеть. Самое главное, чтобы качественно было сделано.